Мы вчера с вами закончили вопрос пересадки лохматых обезьян и проблемы обратного делегирования. И рассмотрели, что делать, когда к вам приходят с проблемой. Вообще, немножко предваряя завтрашний день лидерства, сегодня так уже начинаю говорить о том, что умение задавать лишние вопросы, это важнейшее умение руководителя. В лишнем смысле дополнительное. Например, как я уже говорил, если вы спрашиваете у сотрудника, понятно ли ему, он отвечает «да», всегда полезно спросить «Расскажи, как будешь делать», или «Расскажи, что будешь делать». То есть этим вы проверяете, понятно ли, потому что очень часто отвечают «да», имея в виду «я там разберусь», а потом уже человек либо не делает, как мы уже говорили, либо делает так, как он считает нужным, отчего отнюдь не легче. Кроме того, когда руководитель учится задавать вопросы, постоянно лишние, дополнительные, он формирует ответственность у подчиненных, потому что подчиненные тогда находятся все время в режиме напряженным. напряженным. Ну, напряженным в каком смысле, да? Они не рискуют врать, не рискуют поверхностно относиться к своим словам, не рискуют, как бы так, пофигистически к каким-то вопросам относиться, потому что они привыкают к тому, что руководитель может задать всякие вопросы, неожиданные в любом месте, в любое время, да? И поэтому они будут так более ответственно относиться к темам, к любым. Ну, я сказал, что есть еще одна тема про делегирование, которую я предпочту изложить сегодня, потому что вчера уже был конец дня, оставалось там считанные минуты, да, и было как-то так неправильно такую важную тему так выдавать. Значит, что это за тема? Мы мимоходом упоминали во время тайм-менеджмента о том, что инсталляция порученной работы лежит на стороне подчиненного. То есть, помните, тем, кто не был, я напомню, мы вели речь о том, что руководитель не может и не должен контролировать реальное течение каждой работы, порученной подчиненному, да, просто для этого нет никаких физических возможностей, иначе придется уходить каждый раз в такие детали, что застрелит. Он должен так, в принципе, держать поле, чему помогает карта Ганта с соответствующим уровнем, но реальное состояние дел в промежутках он не всегда может контролировать, да и не должен. Эта ответственность, напомню, лежит на стороне подчиненного. И вот мы снова возвращаемся к этой теме. То есть, что должен сделать подчиненный, получив делегированную работу? Первое. Он должен немедленно сопоставить работу с своими ресурсами. Ну, немедленно это понятие достаточно условно. То есть, что это значит? Подчиненный, по сути дела, получив работу, должен вернуться на свое рабочее место и проанализировать свои возможности, ее выполнить в нужном объеме к нужным срокам, да? То есть, в заданных параметрах. Что именно должно послужить объектом анализа? Ресурсы. То есть, в первую очередь, время. Время в сопоставлении с другими работами. Подчиненный же что-то делает, да? Редко бывает, что человек от работы до работы ничем не занят. Как правило, у него есть какая-то... Как правило, вообще любой сотрудник ведет довольно интересно. У него есть там какая-то рутинная работа, да? Ну, которая входит в какие-то постоянные обязанности с какой-то регулярностью. Потом у него есть какие-то отдельные поручения. Одни из них имеют такую протяженность, да? Другие вот такую, правильно? Там третья еще какая-то конфигурация. То есть, любой подчиненный, как правило, если это не просто там какой-нибудь токарь, который точит одну и ту же деталь годами, да? Любой менеджер, а мы говорим об управлении, в общем-то, менеджерским составом, как правило, вот имеет такой многослойный пирог. Согласны? Пазл такой, да? Работы разной степени. Причем, ага. Причем, ладно бы они различались только по продолжительности, да? Они различаются по сложности, по проектному отношению, по какой-то квалификации, которая необходима для этого. Иногда по взаимодействию с другими отделами, да? По использованию каких-то внешних подрядчиков. Согласны? То есть, у него есть такой многослойный пирог, гораздо более сложной конфигурации, чем вот то, что я здесь нарисовал, да? То есть, там можно еще форму менять, там, толщину, глубину, уж не знаю что, да? То есть, работа, как правило, достаточно разнородная. Иные из них связаны там с контактами внутри компании, иные с контактами вне компании, иные с тем и с другим еще чем-то третьим. Правильно? То есть, у него такой разнородный пласт. И вот теперь меня вызывает руководитель и говорит, Александр, вот тебе новое счастье. Ну, в правильном формате, делегировав мне некую работу. Вообще, то, что я прямо в режиме онлайн, сидя у вашего стола, сходу смогу определить, вписывается ли ваша работа вот в эту кракозяброчку, да? Вот в такой вот пазлик. Вообще-то, скорее всего, не смогу. Ну, реально не смогу, да? Понятно, что если вы мне точно отдадите то, чем я вообще никогда не занимался, да? То есть, завтра тебе надо пройти по канату над речкой, да? То я сразу скажу, о, смотри, нет компетенции, да? В контракте не написано. Уметь не умею, опыта не имею, знаний не имею. Пожалуйста, сначала на курсы, потом посмотрим, да? И сколько мне за это будут платить. В остальных случаях, как бы, если это из моей области, я сразу, наверное, и не отвечу. То есть, любой мой ответ, скорее всего, будет поверхностям. Даже, если это любимое слово пищенко, ой, я это не смогу сделать, это, скорее всего, тоже так. От испуга, да? Там, от неорганизованности, от чего-то еще, от нежелания, от немотивированности. Мы говорим о том, да, что, просто важный момент, да, что первое, что должен сделать подчиненный, получив задание от руководителя, вернувшись на рабочее место, сопоставить с общим планом ведущихся параллельно работ, которые достаточно разнородны. Поэтому любой ответ на рабочем столе, скорее всего, будет поверхностям, да? Ну, так, наиболее вероятно. Естественно, что подчиненный эту, как правило, не делает. Вот, если подчиненный так делает, это признак высокой квалификации подчиненного, которая, ну, в моей практике у живых людей, специально не обученных, встречалась очень редко. Я, кстати, неоднократно возвращаюсь к такой теме, как квалификация подчиненных. Между прочим, практически нет обучения, я не встречал, по крайней мере, да, когда тренинг «Квалификация подчиненных». Между прочим, напрасно, да, и вот с компаниями, с которыми я работаю, как постоянно, да, мы проводим этот семинар, потому что подчиненных нужно тоже чему-то учить, да? Как ни странно, это, надеюсь, никого не обижает, нужно учить человека быть подчиненным. Учить быть подчиненным, это значит учить лизать в сапоги директору, да, там, или еще иные сервис-услуги ему оказывать. Не об этом речь. Речь идет о том, что очень часто подчиненные обращают претензию к руководителю, да? Ну, вот на семинарах, допустим, я веду семинар для среднего менеджмента, и там говорят, ой, а вот это они не умеют, а вот то они не знают, а вот так они, ой, и им бы ваш семинар послушать, да? Да, замечательно, верю, им бы наш семинар послушать, но вспоминаем мы кови, да, мы не можем менять то, что мы не можем менять. Поэтому понятно, что у нас руководители могут быть той или иной степени квалификации, с другой стороны, какие есть, как и про подчиненных, кстати, да? Значит, наши подчиненные должны тоже уметь работать с руководителем и понимать, что от них требуется. И обучать их, как ни грустно, обязанность руководителя. Ну, обучать условно, это не значит обучать самому, может быть, организовать обучение, дать книгу, отправить на ссылку в интернет какую-то, да? Но квалификация подчиненных, это, кстати, обязанность, которую руководитель выполняет в рамках координации, мы постепенно к этому подходим, да? Развитие компетенций подчиненных полностью на совести руководителя. То есть, вы или берите человека, обладающего нужными компетенциями, проверив это, естественно, даже если вам отдел персонала это отдает, да? Неплохо бы проверить, чем он реально владеет, да? А в остальном, извольте, развивать их навыки. Потому что это полностью ваша ответственность. То есть, сетовать на невоспитанных, некультурных, неквалифицированных в какой-то области подчиненных, мы уже говорили, задач крайне непочтенны. Потому что это зависит от нас. Более того, это наша обязанность в рамках координации руководителя, я потом покажу несколько методов, обязан развивать навыки своих подчиненных до нужного уровня. Ему, да? То есть, я хочу, чтобы человек что-то умел, замечательно. То есть, мне его надо научить. И вот этому подчиненных надо учить. И уверяю вас, что...